друзья мои всем здравствуйте продолжаю вас знакомить со своей техникой самодельной и купленной накопленной за 26 лет совместной жизни вот это кто-то значит робит дрова кто-то звонит колокола я технику делаю это у нас деревообрабатывающий станок ну в принципе перед строгает фугует и рейсмус и долбежка принципе все классической компоновки это у нас прижимной прижимные ролики ставится сюда сейчас я один стол снял столы шлифованные это тоже шлифованный узковатка конечно кусок железки был такой поэтому заводь когда делал согнул пятерочку прошлифовал снизу ребра жесткости ну тут банально так вот на трубах все регулируется два болта 16 все примитивно все работает ну что тут в нем интересного арома вот такая трапеция сначала движок висел потом показал с неудобным движки все время меняет туда-сюда вот приварил уголки еще не покрасил вот здесь вал вал у нас просверлим насквозь здесь у нас оставляется вот такая пальчиковая фреза с конусом морзе вот там тоже конус и отсюда через весь вал длинной шпилькой на 10 крепится очень удобно очень практично это для долбежки вот вот сам стол но когда то же конструкция не моя когда ты это в начале 90 делали у нас на заводе ну тут все понятно вот зажимчики повыше пониже вперед назад вот этот прижимается до . к столу и познали как он работает значит здесь внутри весь внутри вот так вот приварены втулки вот он из двух столов к одному столу приварены втулки к другому валы получается как направляющий там во втулке запрессованы бронзовые втулки чтобы легче сказать но я смогу показать как он хорошо работает вот здесь тоже система простая то есть вот в этой ручке пас сейчас на свет не не очень хорошо вот в этой ручке пас в одном месте вот так вот получается такое вот движение а к верхнему столу штырек приварен вот он там штырек и вот он в пазу в этой самой штуке ходит но система не нова видимо где-то такое уже было это вот он ходит вот так но вперед назад это вот так вот просто самому вот так вот его поддавливаешь на втулку сверлить по прямой если значит делать пас то подогнал и пошел туда-сюда потихонечку надвигаешь его сразу конечно нельзя так раз и раз походил обратно и так до конца но вроде все понятно высота тоже все банально вот эти трубки две большие прикручены к раме и внутри маленький которым приварена вот эта рама снизу но сейчас он зажат снизу вот этим виндок поднимаю вверх высоту выставляю и болтами зажимы и все ну а пониже когда опустим она сама в нее сбух ну вот вроде планета вот такая вот такой стол для фрезерования не очень конечно не лучший вариант но работает ребята работает и очень даже неплохо так здесь что у нас здесь сейчас я возьму звездочку весь что удивительного весь вот такие вот но тоже не я придумал так что не подавайте в суд за нарушение авторских прав здесь вот так вот в пазах у нас каретка ходит вот так тоже вверх-вниз об подъем стала там вот у меня болтик который затягиваю зафиксировал вообще здесь должен стоять винт который он у меня такой же стоит но так как весь стол рейсмуса то винт поставить не вот такой вот винт здесь стоит здесь у меня тоже такая система только побольше и вот этим винтом я тоже как бы банальная штука поднимаю и опускаю туда-сюда от задвижки системы вот ну в общем здесь вот так здесь вот так как делается эта каретка здесь надо фрезеровать конечно берут двадцатые полосы фрезеруют чтобы тут они четко подходили друг другу очень четко все сверлится и позы фрезеруются затем собирается внутренняя каретка то есть вот эти вот валы допустим на 25 протачиваются хвостовики на 20 и вот вот эти вот две внутренние щеки так называемые наприсовываются на эти два вала получается каретка с усами как бы вот потом сверху прикладываются эти ну многие у нас их просто приваривали к раме мне стало жалко такую красоту варить я просверлил верху и внизу вот такие вот дырочки резьбу нарезал и там приварил но еще вот уголок там не расходилось ну вроде бы тут вот тоже смазался чтобы хорошо работал но а еще не смазываю ничего работает это ну вот так вот как раз поднял опустил живописный скрип и вот чем вот болтиком зажал тоже туда вот и держит вообще когда винт посередине то винт держит ничего сложного но нужен фрезерный станок чтобы сделать может быть кому понравится сделать все очень четко работает потому что здесь зазоры минимальные ничего не болтается еще болтиком зажимаешь вообще все прекрасно вот здесь на переднем валу во время сборки одел трубку на ней прижимные ролики вот так она ходит это уже для рейсмуса вот это вот у меня вот этот вот торчит как бы сказать по культурный железочка она когда стол сверху прикручен она в него упирается и то есть ролики у меня немножко висят вот так чтобы когда доску суешь прижимные они не ответственны были то есть тяжело то из них переть а когда вот так вот то вполне прекрасно отлично все прижимается я вот сражаю подачи нет отсюда доску всунул до середины дошел станок обошел пошел оттуда вывернул никаких ям никаких нет провалов ничего ну точность как сказать ну миллиметр где-то туда-сюда играет конечно трудно тут добиться точности то есть одна сторона доски может быть 10 миллиметров другая 9 грубо говоря но это максимум бывает что и нормально ну тогда если нужна особая точность я просто два раза ее прогоняю сначала одной стороны потом другой она получается обе стороны по 9 много не страдает так что так что добиваться сильной точности нет смысла вот что еще в нем характерного но здесь тоже вот на выходе на выходе тоже вот фрезерованные вот эти вот из двадцатки как же их называют то полосы бруски вот так вырезаны чтобы доска выходила вот так вот сделаны вот рама практически только вот внизу весь сверху вот этот уголок но и сюда все ее хозяйство это скрепляется за счет уже вот этих двух вот этих двух поперечен и заднего уголка который стянул щеки каретки вот так такая толщина стола где-то была десятка осталось восьмерка шлифовали это тоже стал шлифованный ну и что тут еще колесики я приварил колесики от советских сварочных аппаратов этих трехфазных двух вернее но больших короче безумно прочные колеса я не знаю как было в советском союзе такая пластмасса мы очень сварочный аппарат у нас наверно порядка 120 килограмм весь тут вот стол у меня тоже если с мотором где-то под сотню как я их не бил как я их не крутил ни один не сломался так вот слегка коцует и умели делать советском союзе умели если хотели вот вот такой вот станок гайка у него с левой резьбой кстати почему так сделано потому что фрезы у нас идут все с правой резьбой который я туда вставляю на сквозняк и если и а да у него и вращение получается в эту сторону если сделать тут правую резьбу тогда получится что будет раскручиваться вот и кто-то с левой резьбой тоже спец хайк с фляжем сразу такая симпатичная ну судя вот по шкиву и по ремню профиль а у нас хорошо все делает и пилит на пилу этот максимум на 350 ставлю вот здесь у меня на рейсмусе значит от по моему восьмидесяти максимум 80 можно брус прогнать вот такие вот длинные пазы и по сути да ничего вот вот такая вот но всякие вот они прижималки для рейсмуса очень удобные очень хорошо держит но вот вкратце как-то так вот такой вот станок начала 90-х годов заводе работал делал гибочные работы фрезерные шлифовальные вот и вот этот фрезерный столик тоже ну вот как-то так ну движок обычно ставлю сюда 3 киловатт ник где-то шкив ставлю тоже один к двум то есть 3000 оборотов на валу вполне нормально не идеально но хватает ну вот как-то так друзья в общем если вам понравилось буду рад смотрите оценивайте может кто чего для себя и найдет интересно но все счастливо всем пока